Здесь катается на лыжах весь Татарстан и половина по Волжье. Настоящая зимняя сказка с теплыми домами, дорогими ресторанами и мастер-классом по катанию на ватрушках. Что нам понравилось в Свияжских холмах и ради чего сюда ехать? Смотрите прямо сейчас, братцы! Страшно! Вы это видели? Нашему проекту, братцы, третий год. И это, по сути, наша третья зима. А зимних серий, оказывается, у нас толком и никогда не было. Должен заметить, что летом, конечно, больше возможностей и для съемок, и для туризма. Но разве мы можем сказать, что зимой заняться нечем? Да никогда в жизни. Вот мы, например, с Павловичем катаемся давно на горных лыжах. И, кстати, предлагаю устроить зимний трип по зимним популярным курортам. Привет, друзья! Здравствуйте, братцы! Здравствуйте! Вы на заселении? Да, мы на заселении. На какую фамилию бронировали? Сорокин, Журавель. Это правило проживания. Нужно ознакомиться, внизу расписаться, где подпись гостя. Все, как я люблю. Ничего не видеть. Не курить, вести себя прилично и не материться. Я за тебя подпись ставлю. Подпись, отлично. Ну, все. Ипотеку взяли. Так, это залоговая карта. Получается, ее при выезде нам отдаете, мы возвращаем вам залог. Больше никогда ее не используете. Ну, у нас домик, да? Да, у вас получается западный поселок, это Нижнее плато. Вот это. Шестиместный, да. Девятнадцатый домик. А что еще? Какие поселки есть? Так, у нас получается пять поселков на комплексе. Западный, в котором вы будете проживать, ближайший, центральный. Получается, прибрежный поселок. Там у нас идут большие восемнадцатиместные домики. Тут у нас в центральном поселке идут четырехместные домики. И крайние, получается, четырнадцатиместные и двенадцатиместные тоже на компании можно. Дальше южный поселок у нас есть. Тут у нас четырехместные домики. И северный поселок. Единственный нюанс, он отдаленный. То есть до проката оборудования, до ресторана нужно ехать на машине. А прокат здесь, наверху, да? Да, у нас прокат есть, получается, основной. Получается, на верхнем плато для проживающих. И также на нижнем плато у нас есть прокат. Вам можно пешком дойти, да, то есть не нужно ехать никуда на машине. Так, также вот здесь, где основной прокат, у нас есть гостиница-станция. Есть вот внизу. Хостел. Ну, гостиница идет. Че стоит? Ну, от и до, да, давайте посмотрим прайс, братцы. Самый дешевый домик 18 800. Две спальни на 4 человека. Самый дорогой 80 тысяч рублей. Это вот на 18 человек, правильно? Если выходные, 108 тысяч. 108, ну на 18 человек. Разделите, получается. Разделите, получается по 6 тысяч рублей с человека. Как ты быстро все считаешь, а? А я деньги всегда быстро считаю. Ну, то есть на любой вкус. Да, цвет и запах. Слушай, нас осталось только все это проверить и посмотреть. Вперед, братцы. По краю Севьяшки холмы. Обычно горные лыжи и сноуборды – это где-то в горных районах. А сейчас мы едем на курорт, который от серьезных гор крайне далеко. Что ему совсем не мешает быть популярным не только у жителей, живущих здесь рядом с ним, но и у всех жителей нашей огромной большой страны. Нас встречает курорт номер один в республике Татарстан. Севьяшские холмы. Поедемте, братцы, прокатимся и посмотрим на это чудо природы. Вот, а для того, чтобы заехать, нужна еще и карточка специальная. Если вы на машине. Вот так подходишь, прислоняешь. Проезжайте. Поехали. Все, мы на Севьяшских холмах. Ну, прям, глянь, какая красота. Елочки. Елки, лапы уели. Какая классика прям. Уели лапы. И лапы уели. Все тут уели. Вот спускайся и уши закладывай сразу. Да, ну, потому что на 150 метров спустились сразу. Б eight по килограмма. Курорт, братцы, по праву, считается всесезонным. Летом здесь есть и бассейн, и пляж, и все, что нужно для развлечений на природе. Но сегодня у нас история зимняя. Свияжские холмы – это именно курорт, а не просто горнолыжная трасса. Здесь десятки домов, огромное количество номеров для проживания, огромное количество ресторанов и, в общем, все, что нужно для нормального отдыха. Ну и все-таки сейчас зима, а главное зимой на горнолыжном курорте, конечно же, это горнолыжная трасса. Предлагаю прямо сейчас туда и отправиться, проверить. На курорте пять трасс. Все основные трассы оборудованы кресельными подъемниками. Должно быть комфортно. А вот насколько сложные склоны, мы сейчас проверим. Для тех, кто уже накатался, устал или замерз, наверху есть чудесный ресторан, кстати, один из пятнадцати, где можно выпить чаю, кофе или глинтвинчик ухлебнуть. Ну или что покрепче. В любом случае выбирать вам, а мы кататься по краю. Братцы, я не катался на горных лыжах ровно десять лет. А я ровно десять лет катался на лыжах. Ништяк. Навыки вспоминаются. Тенчик воробейц. Ещё разок. О, бац. Контролечка трасса. Братцы, ну как и было обещано, трассы есть разные. Ну лёгкая она и в Африке, как говорится, лёгкая, новичкам самое то. Те, которые посложнее, тоже по зубам абсолютно всем. Ну а для тех ребят, которые только пытаются начать свой снежный путь, есть учебный склон. Тем не менее, на этих трассах проходили соревнования федерального масштаба. Ну, например, кубок главы Республики Татарстан. Так что вообще не стыдно. От слова совсем. Трассы отлично подготовлены. И кататься комфортно. Даже если вы новичок или давно не вставали на лыжи, как мы. Подъёмник кресельный, что тоже большой плюс. Для тех, кто хочет побольше драйва, есть трассы с уклоном позлее. Но тоже без хардкора. Фух. Слушай, после такой активности, несколько часов на лыжах, ноги просто гудят. Давно не стоял на лыжах. Вот, кстати, после таких вот движений, да ещё и на морозе, самое время в сауну. Как думаешь? Сауна? Она, кстати, здесь... Сауна, кстати, и бассейн здесь есть. Но больше сауны и бассейна. Знаешь, что хочется? Кушать. Да. Тогда нам прямая дорога в ресторан. Как я уже говорил, здесь 15. Так что выбирай любви. Да. И... Погнали по краю. Ням-ням. Друзья, на каждом приличном курорте есть обязательно место, где можно вкусно покушать. Мы выбрали, как музыканты, ресторан под названием «Нота». Кстати, один из 15. Возьмём первый аккорд. Тигровые креветки, жареные. А я, пожалуй, в сибемоль-мажоре зайду. Сибемоль-мажоре. Вкусненько. Приятного аппетита. Ресторан «Нота» находится в здании одной из гостиниц-курорта. Если целого домика для вас много, есть номера любого класса и размера. Из некоторых вид открывается прямо на горнолыжную трассу. Просыпаешься так поздним утром, видишь, как кто-то уже на досках и лыжах, и сразу настроение. Бегом на завтрак и скорее самому катать. А вечером можно с друзьями в боулинг, который здесь же, кстати, на первом этаже. Ух ты. Всё, по взрослому, слушай, здесь прям... Здрасте. Здрасте. Привет, Вадим. Игорь, очень приятно. Поиграем? Обувь дашь? Давайте поиграем. Что для этого нужно, Вадим? Переобуться. Снять верхнюю одежду. Затем переобуться и... В первую очередь оплатить. Кстати, сколько стоит? Тысяча часа. Тысяча чего? Будний. Тысяча рублей, одна дорожка до шести человек. Не дорого. Одна дорожка, заметьте, тысяча рублей. Пойдём по... Страйк. Давай страйк. Ну! Вот он, вот он! Рок-н-ролл. Сейчас мне поставят, сейчас покажу. Сейчас будет страйк смотреть. И как Супермен туда. Сошарик. Сошарик. Да что ж ты будешь делать-то, а? Зелёный бери. Зелёный бери, говорю. Тяжёлый для меня. Жёлтый бери. Тоже тяжёлый, я возьму красненький. Давай-давай-давай-давай. Страйк! Да ладно, глянь! Страйк! Отец, спер! Для тех, кто кеглем предпочитает зелёное сукно, есть уютный бильярдный зал. Мы, пожалуй, сыграем, раз уж зашли. Зачем нам бильярд? За нас есть покер. Ух ты! Вот так даже, да? Давай, катай. Ту-тум-тум-тум. Боулинги победителя мы не выявили, попробуем на бильярде. Скрестим наши кии. Ты посмотри, что он делает, а? Ты ушёл вовремя. Это называется чёща. Лошадью ходи, лошадью. Честно говоря, боулинг и бильярд на горнолыжном курорте – история, если не сомнительная, то какая-то необязательная, что ли. Здесь других развлечений столько, что до катания шаров дело дойдёт в последнюю очередь. С другой стороны, в большой компании обязательно найдутся желающие и таким образом провести время. А ещё, может быть, те, кто на лыжах и бордах совсем не катается, а на курорте отдыхают. Куда им ещё? В бар и на бильярд, конечно. Ну, ты посмотри, что он делал. Партия. А тем, кто накатался, устал, замёрз или, наоборот, вспотел от активности, самое то – отправляться в спа-центр. Погреемся, поплаваем. Привет, рассказывай, чем порадуете? Мы работаем ежедневно с 8 утра до 11 вечера. Внутри у нас бассейн 20 метров, сначала глубина 1,30 метра, дальше уже 1,70 метра, 29-30 градусов. Также есть джакузи 40 градусов, фонтанчик у бассейна, три сауны, финская травяная соляная, финская, но самая обогреваемая, травяная, наоборот. В общем, я сначала в фонтанчик, потом… А я, собственно говоря, под фонтанчик. Молодежки. Тебе розовое. Хорошо, это розовое. Это розовое, это розовое. Там-тарам-там-там-там-там. Ю-ху! Красивенько. Красивенько? Красивенько. Голубенько. Вот фонтанчик. По краю. Ага, финская сауна, душевая, хамам. Нет никого. Тут и не видно ничего. Очень хорошо. Здесь дышать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Соль-ка, давай. Бля, она горящая. Соль. Тыкилки дать? Тыкилки. Тыкилки, кстати. Ммм, слушай, я поел, считай. Лед я не ел, но могу. Жири лед. Да там на улице тоже, да? Пошел, ммм. Свияжские холмы, братцы, это такой горнолыжный all-inclusive. Курорт, где все вроде бы строится вокруг горнолыжных трасс. И, конечно, они здесь главные. Но далеко не единственное развлечение. Трасс не очень много. Они комфортны для тех, кто умеет кататься и особенного мастерства не требуют. Все очень качественно, ухожено, продумано. Но настоящим сноуборд-маньякам, возможно, будет скучновато. А вот уровень сервиса великолепный. Отели, рестораны, прокаты, все, что душе угодно. Бутик горнолыжной одежды тоже, пожалуйста. Ну куда без него? Ну что, в магазин? В магазин. В магазик. Пойдем в магазик. Пойдем. Каска нужна тебе? Каска мне нужна. Берем. Я рождена для любви. В глазах огонь, а в руках мимоза. Ну где ж ты, мой страстный пион? Я твоя майская роза. По краю. Итак, в ресторанах были, в сауну сходили, трассы опробовали. Теперь предстоит самое сложное. Тюбинг. Мы шутим, конечно, но имейте в виду, что катание на батрушках небезопаснее лыж. Эта неуправляемая штука летит туда, куда ей сегодня больше нравится. Перевернуться и удариться об укатанный снег проще простого. Так что держитесь крепче и надевайте шлем! Сейчас идем после тренировки, после мастер-класса идем кататься на тюбинге. Мы серьезные, ребята. Все готово! Давай цепляемся. Как страшно! Кармагеддон! Кармагеддон! Страшно! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Понимаешь? Страшно, страшно, страшно! Так, все выгрузил? Все выгрузил. Давай наконец-то посмотрим, где мы будем жить сегодня. Так, откуда? Справа, слева начнем. Давай? Как всегда, направо. Рум-тур, братцы. Так, ну что здесь? Ну вот смотри. Опа! Комната номер один. Туалет номер один. С душевой, кстати. Кстати, в каждом номере получается, да? С окошечком. Чтобы можно было наблюдать. Раз и смотришь. Красота! Так. Так, шкафчик. Здесь все очень аккуратно. Все есть. Халатики. Подушечка дополнительная. Дополнительное одеялко и даже плечики белого цвета. Просто бомба. Никто никто не оставил. Все чисто. Свободно. Это комната наших операторов. Их двое. Ниф-ниф и нуф-нуф. Пойдем дальше смотреть. Следующая комната. Туалет номер два. Все как... Заметьте. Смотри, глянь. Прямо с видом. Палыч, это же мечта. Это самый лучший запрещенный, так сказать, соцсеть. Грамм. Это телевизор. Телевизор, да. Грамм. А с той стороны еще лучший видос получается. Вообще огонь. Шкафчики. Это все есть, да. А я на следующий раз. Твою мать. Что там сделали? Я не понял. А он на следующий выходит. С предыдущего заезда забыли. О, ну здесь вообще... Как говорил Виктор Сухоруков в фильме «Брат-2», я остаюсь здесь жить. Это моя комната. Идем дальше. И самое главное, что, братцы, здесь очень тепло. Потому что весь дом подогревается теплыми полами. Очень тепло в доме. Хоп. Предбанничек. Душевая. И... Та-дам! Еще одна комнатка. Смотри. Ну здесь все проще. Здесь без окна. Здесь тоже двухместный номер. Пожалуйста. Бабушка, дедушка, дети и папа с мамой. Папа с мамой. Шикарно. А если еще есть один ребеночек, то самого старшего можно поселить. Где? Пойдемте, пойдемте, пойдемте. А вот что здесь, я покажу вам по тайне. Пойдем покажу. Смотри. Три, четыре. Та-дам! Проходим. Шикарная столовая. Гостевая комната. Гостиная и кухня в одном пространстве. Судя по размеру, здесь приблизительно около 40 квадратных метров. Вот, кстати, я сейчас, как человек семейный, хозяйственный, должен сказать о том, что здесь вас ждут. Здесь даже есть посуда. Здесь даже можно отпраздновать. Здесь на любой, смотри. От таких, таких, таких и вот до таких чашечки. Есть плита, есть холодильник, есть мерковолновка, есть чайник. То есть здесь абсолютно все. И есть еще одно место, покажи его. Для самых маленьких. Ну или для самых, так сказать, любителей экстрима. Здесь отличное место, где могут играть дети. Ну или играть взрослые в детские игры. Как минимум, например, в телевизор. А еще, а еще, друзья. Коль это круглогодичная история, пойдемте в Нарнию. Я вам покажу свою настоящую Нарнию. Добро пожаловать. Опа. И здесь настоящая Нарния. Сосули. Самые красивые сосули. И замечу, что немаловажно. Парковка. Своя отдельная парковка на входе, где, собственно, мы припарковали двух своих боевых коней. Собственно говоря, вот такой приличный дом. Вот такое место, где можно отдохнуть не только семьей, но и компанией. Как минимум, из шести человек. То есть, это получается три пары. Добро пожаловать в Свияжские холмы, брат. По краю. Так, друзья, что мы скажем о Свияжских холмах в финале? Ну, смотрите, если вам прям кататься длинные трассы, фрирайд, ну, вот все такое, это, конечно, не сюда. Это лучше в горы. Или Брус, Донбай, ну, или Уральские горы, в конце концов. Ну, а если вы любите не просто кататься, но еще и отдыхать с комфортом, то это место точно для вас, братцы. Добро пожаловать в Свияжские холмы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Отдельно хочется отметить, что на территории Свияжских холмов очень красиво. Все чисто, ухожено, эти бесконечные ели в снегу, деревянные домики, настоящая зимняя сказка, как мы ее обычно и представляем. Все подсвечено, и дорожки, и горнолыжные трассы. Фонари создают какую-то особую, что ли, атмосферу, и гулять, и кататься хочется допоздна. Субтитры подогнал «Симон» Ну, вот он, страйк! Поскользну! Вот он! Сделай страйк! Сделай страйк! Давай, ты можешь! Ты мерзавец, Журавель! Разрыв небольшой, всего 6 очков. Такой гол нам не нужен. Вот он! Вот он, красавчик! Мимо! Итак, боулинг... Давай, стоять! Ходил на каску с... Ну, ты смешной! Ты просто... Ты хуй просыщешь! То ли хоккеист, то ли... Космонавт! Космо-хоккеист, еб ты! А для космо-хоккеиста есть специальный комбинезон... Глянь, смотри! Нас глянь! Берем!